Он мечтал быть пластическим хирургом. Конечно же, резьба не приносит такого дохода, как пластическая хирургия. Но стал резчиком по дереву. Молодой мастер. Это у меня заготовка зубра. Вот, я ее делаю как раз вот к венку дружбы. Покажет эксклюзивную катану. Это полностью сделано из дерева, из сосны. И первую творческую работу. Эту работу я делала, можно сказать, в раннем детстве. Один день. Волос. Молодец, хорошо. И единственный диагноз. Можно сказать, что увековечиваю себя в своих работах. Смотрите прямо сейчас. В эту мастерскую мы вернемся чуть позже, а пока на часах 7-10 утра. Бобручанин Александр Оленин идет на променад с собакой по кличке Дис. Прогулка проходит в зеленой зоне, во дворе дома по Октябрьской. Питомец нашего очередного героя – двухлетний доберман с богатой родословной. Характер покладистый и дружелюбный. Доберман, он любит детей, любит общение, любит много людей. У нас семья большая. Вот. Поэтому, как бы, выбор очевиден. Дис – не поседа, любит общение и подвижные игры. Александр регулярно занимается собакой и обучает ее нужным командам. По словам героя, социализация и дрессировка проходят весьма успешно. Сядь. Хорошо. Дай лапу. Дай лапу. Хорошо. Дай другую лапу. Нет. Нет. Дай другую лапу. Молодец. Волос. Молодец. Молодец. Хорошо. Даш. Хорошо. Через YouTube. Через YouTube. То есть, путем подбора уроков, которые, на мой взгляд, более человечные, можно так сказать, по отношению к собаке. И постоянным трудом, постоянными дрессировками. То есть, это минимум пару часов в день. Как бы, чем больше часов уделяешь собаке, тем лучше. Александр Оленин. Мастер резьбы по дереву. Родился в 1993 году в Бавруйске. Окончил государственный колледж имени Ларина по специальностям. Резчик по дереву и бересте, станочник деревообрабатывающих станков, столяр, техник-строитель, мастер производственного обучения. За первую и вторую ступень обучения получил красные дипломы. Участник и дипломант многочисленных конкурсов. Трудился на Бавруйск мебель. В центре дополнительного образования детей и молодежи Росквит. Работает в различных стилях резьбы. Плоскорельефная, объемная, домовая, садово-парковая резьба. Деревянные скульптуры мастера украшают город и район. Сегодня мы покажем один день из жизни молодого и талантливого мастера. Без ретуши, купюр и фильтров. И это будет его собственный диагноз. Диагноз – бобруйчанин. Вернувшись с прогулки, Александр принимается за работу. Он – резчик по дереву и уже 8 лет имеет статус ремесленника. Оформил я на втором курсе в колледже, когда хотел продать свои работы. Делал панно. Вот на данный момент они уже, конечно же, проданы. Делал панно «Домик в деревне» по эскизам мастера российского дубовика. И налоговая попросила оформиться. Ну, раз в год налог платить – это как бы несложно. Комната в квартире оборудована под мини-мастерскую. Работы у мастера хоть отбавляй. Его изделия востребованы и пользуются спросом. Сегодня, к примеру, на повестке дня у него изготовление лесовика. Это заказ для ребят из гончарной мастерской в Глуше. Вот они иногда заказывают, чтобы я делал им шаблоны. И потом с них они уже делают слепок и далее ставят на производство. В целом Александру подвластно все. Как мелкая пластика, так и объемные скульптуры. В арсенале работ мастера – шкатулки, панно, статуэтки, сувениры, садово-парковые фигуры, домовая резьба. В основном люблю делать панно. То есть природа, где изображены звери, какие-то, может, моменты исторические. То есть, например, вот я хочу, следующая у меня будет работа большая – это панно охота. То есть, где гонятся всадники за животными. В руках Александра дерево обретает вторую жизнь. Любимый материал резчика – липа, как самый мягкий и податливый. Работать с ним – одно удовольствие. В редких случаях я использую яблоню и вишню. У них красивый срез, красивая текстура дерева. Когда ножом срезаю, то оно прям гладенькое, красивое. Приятно работать дерево. Заказы, признается мастер, поступают самые разные. Бывают весьма необычные и даже пикантные. В работе нередко используют инструменты собственного изготовления. Например, неизменный атрибут резчика – богородский нож Александр сделал сам. Постоянно приходится им работать. Рукоятка элезии. Здесь я для себя, для эстетичности сделал узоры и для эргономики под руку подгонял. Элезия должна быть каленая, всегда очень острая, для того, чтобы срез получался очень гладкий и легко шло по дереву. То есть очень хорошо заточенный нож идет по дереву, как по маслу. То есть не шуршит, оставляет гладкий ровный срез. Резчик по дереву с детства интересовался природой и рано стал проявлять себя как творческая личность. Любил лепку из пластилина и рисование. Большую роль в раскрытии его потенциала сыграла бабушка Людмила Власенко, которая много лет отработала зоотехником на станции Юнатов. Когда не было с кем остаться дома, я с ней, конечно, ходил на работу. И она мне поручала клеить соломку на листик, на кальку, и потом вырезать. И мы вместе с ней сделали эту композицию. Она меня научила работать с соломкой, то есть как ее отпаривать, как ее, что все это, все эти аспекты. И также с ней на станции Юных натуралистов плели из бисера. То есть творчески как-то она меня пыталась развить. К искусству резьбы по дереву Александр пришел в колледже имени Ларина. Там он изучил все премудрости обращения с этим художественным материалом и с успехом стал применять полученные знания на практике. Впоследствии одну из своих первых работ он сделал в подарок бабушке. Я ее делал из липы. Примерно ушло на нее неделя и пару дней. То есть 8-9 дней. Так как мастера у нас говорили, что надо постоянно в резьбе тренироваться, чтобы свои навыки как-то развивать, поэтому в свободное время я в течение учебы делал работы. И это одна из них. Это почти самая первая его работа. Сидели на даче, топили печку. Подошел Саша, взял поленка, вышел и вот сделал такую работу. Это его практически первая работа. Очень быстро, наверное, за часа два он ее сделал. Всегда подсказываю ему тоже. Если что-то мне не понравилось, он критику принимает. Всегда советуется тоже, смотрит. Молодой человек неоднократно участвовал в городских, областных и республиканских конкурсах. Представлял Беларусь в Томске на празднике топора. Имеет много призовых мест и дипломов. А ведь когда-то Александр подумывал стать пластическим хирургом. Но о том, что в конечном итоге выбрал другую стезю, совсем не жалеет. Конечно же, резьба не приносит такого дохода, как пластическая хирургия. Но, тем не менее, получается в резьбе и хорошо. Это творческая работа. То есть я творю, творю, работаю, создаю. Во время учебы в колледже Александр познакомился со своей девушкой Вероникой. Молодые люди не сразу стали встречаться. Их сближение произошло несколько позже. На сегодня у них сложился прекрасный творческий тандем. Вероника тоже ремесленник и помогает парню расписывать его работы. Помогая ему иногда в пластике, когда ему человеческие фигуры надо рисовать, со стороны взгляд важен. И я помогаю как бы ошибки ему подсказать, которые он не видит, не обращает внимания, они уже пригляделись. Есть какая-то задумка. Мы с ней эту задумку вместе обсуждаем, доводим до идеала. И потом она уже расписывает. Также мы вместе делаем различного рода работы. Также иногда где-то в лепке что-то заказывают. И вот Вероника этим занимается. 14.00. Александр Ленин подъезжает к своей мастерской, которая находится в гаражном кооперативе в районе Фондока. Резчик по дереву обустроил ее около года назад. Здесь он колдует над крупными заказами. Дома я делаю мелкую работу. То есть, различного плана. Там шкатулочки, маленькие заколочки, панно, шкатулки. То есть, ну, все, что небольших размеров, то, что я могу изготовить дома. Работа над большими изделиями подразумевает собой то, что у меня будет большое количество мусора. Вот. И, то есть, я буду работать с бензопилой. Это дым. Это все это надо, чтобы хорошая была вентиляция. Под мастерской парень оборудовал отцовский гараж, который долгое время простаивал. Повсюду пни, липы, ольхи и березы. Признается, в работе используют, как правило, спиленные деревья. Сырье бывает у кого-то покупаю, кто-то так отдает. Бывает, просит какую-то работу, то есть, бартером. Кто-то хочет работу и предлагает материал. Вот. Не отказываюсь в любых случаях. Материал всегда пригодится в любом изделии. Сегодня мастер трудится сразу над несколькими объемными работами. Декоративным столом и скульптурой Баба Яги, которые украсят чьи-то подворья. Кроме бензопилы, Александр использует в мастерской стамески, резцы, ножи. Те же инструменты, что и дома, только больших размеров. Александр убежден, вещи, сделанные своими руками, пропитаны особой энергетикой. Ведь мастер вкладывает в них частичку себя и тем самым одухотворяет их. Когда человек работает, он вкладывает в это, можно сказать, свой пот, кровь и душу. То есть, можно сказать, они почти живые, эти работы, и несут в себе что-то необычное, что-то особенное. Это не такие работы, которые изготавливаются на станках, там, на ЧПУ-станках. Это все вручную, сделано руками живого человека. Человек недолговечен, но сухое дерево гораздо дольше существует. Вот, поэтому с какой-то стороны, как-то, вот, можно сказать, что увековечиваю себя в своих работах. Однажды, вдохновившись японской культурой, резчик создал из сосны самурайский меч-катану. Эта эксклюзивная работа невероятно реалистична. Лезвие сделано из сосны тоже, но обклеено алюминиевым скотчем для придания более, больше реалистичности. Был случай, что, показывая фотографии знакомым милиционерам, у них возникли некоторые вопросы, с чего это было сделано. Вот, но, как бы, здесь ничего криминального нету, полностью все сделано из дерева. Сегодня герой готовится к фестивалю народного творчества «Венок дружбы». Свои работы он представит на традиционной выставке-ярмарке «Город мастеров». Напоследок умелец подарил сувенир телеканалу «Бобруйск-360» на память о теплой встрече. Что ж, всегда приятно, когда что-то делается от души. Александра Оленина вдохновляет окружающий мир. Он замечает в обычных, казалось бы, вещах необычное. Сама природа для него – стимул для того, чтобы творить и развиваться. Я Людмила Любимцева. Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз. Продолжение следует...